Главный бухгалтер дома ребенка Дельфин обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере, вверенного ей совершенным с использованием служебного положения. Согласно материалам дела с 1 января 2016 года по 31 декабря года 2017 Аймгуль Джамашева в группе РИС по предварительному сговору с индивидуальным предпринимателем путем совершения мнимых сделок, перечисляла на счет ИП деньги для расчета с вымышленными поставщиками работы услуг, сама же тратила их на личные нужды. В результате умышленных преступных действий по материалам предварительного следствия она причинила ущерб кустанайскому дому ребенка Дельфин на общую сумму 5 миллионов 372 тысячи тенге. В самом начале судебного заседания защитник бухгалтера заявил ходатайство об отправлении обвинительного акта на доработку. В частности адвокат не понимает, почему перед судом Джамашева предстала одна и почему не привлекается к ответственности предприниматель Соловьев. Это руководитель предприятия, через которое производился платеж денег. По предварительному сговору, это фраза изложенная в обвинительном акте в описательном материнственном счастье. А вот в резолютивной просто уже одна Джамашева идет. Но логики тут нет. Группа певиц в результате одна. Такого не может быть. А это же основной документ. По мнению адвоката в деле содержится еще ряд недопустимых противоречий. Защитник Джамашевой заметил, что количество листов в некоторых томах указано неверно, и некоторые из них или не пронумерованы, или пронумерованы неправильно. Представитель гособвинения в ответ сообщил, что считает озвученные факты необоснованными. Действительно, в описательной материаловочной части указан Соловьев, но только лишь как лицо, с помощью которого Джамашева осуществила свой преступный умысел. Кроме того, в материалах дела имеются постановления о прекращении уголовного преследования в отношении Соловьева. Однако адвокат еще раз заявил об ошибках следователя, составившего обвинительный акт. Ну это безалаберное следствие, он должен нормально отнестись к делу. Он ничего, не пронумеровал листы, тяп-ляп, бегом на скаку. А прокуратура почему не смотрела? Надо было ткнуть его носом это дело. Ты что, дружок, зарплату, я налоги плачу, содержу такой карательный аппарат. За что? Почему он ничего не делает? И вы так вот сейчас вот говорите. Вы должны реагировать на зирающий орган. Не знаю я. Однако суд, несмотря на эмоциональные речи защитника обвиняемой, ходатайство не удовлетворил и постановил продолжить судебный процесс. Следующее заседание по делу бухгалтера должно состояться через две недели. Монорбек Касколов, Виталий Луговской, РТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова